Его надо заполнить. Денежные средства менялись постоянно на протяжении всей истории. И если в начале пути очевиден был лишь один способ – прямой обмен одного товара на другой, то в ходе тестового периода начались поиски общего знаменателя, чтобы обмен упростить. Ведь договариваться приходилось долго и неприятно. Было трудно поделить на части свой товар. Например, отдать три четверти ножа за половину ожерелья. И то, что сейчас кажется очевидным, ранее очевидным не являлось. Так древние племена майя сделали шаг к легкому дроблению и использовали какао-бобы в расчетах. Например, маленький кролик стоил 30 штук бобов, а томат – одну штуку. В древнем Китае в 18-16 веках до нашей эры использовали в качестве денег морские ракушки и жемчужины. Ракушки вообще были очень популярной валютой в мире. Их использовали племена Океании и Австралии. И обычно ракушки одного племени не стоили ничего в другом племени. А кое-где, например, в Западной Африке, это средство платежа существовало до середины 19 века. Да-да, нашего века. То есть недавно, практически лет 200 тому назад. А человек всю свою историю пытался облегчить способ платежей, чтобы валюта дробилась и не вызывала неудобств, как нож. Чтобы она принималась везде и не вызывала проблем, как ракушки разных племен. Но самое удивительное, что первые безналичные платежи были осуществлены еще 2000 лет назад. На позабытом острове Яб в Тихом океане. Жители острова проводили расчеты через здоровенные каменные диски с отверстием посередине и весом до 4 тонн. А самое интересное, что жители не передавали эти, с позволения сказать, монеты друг другу. Весело, многовато. Жители передавали друг другу записки о праве собственности. А монеты лежали там, где лежали. Но чем вам, не электронные платежи или, пойдем дальше, криптовалюта? И сейчас мы живем в удивительное время, где буквально на наших глазах наличность испаряется. Консерваторы ненавидят карточки за невозможность потрогать деньги. Продвинутые миллениалы только рады удобству и скорости платежей. Но, как и любая технология, вместе с удобством рядом с ней идут и риски. Сказ об исчезновении денег начинается прямо сейчас. Продолжим вспоминать эволюцию средств платежей. Мы начали с племен Майя и Китая, которые придумывали штучные эквиваленты деньгам в виде ракушек и какао-бобов еще до нашей эры. Приближаясь к нашему времени, металлические монеты появились в районе 6-5 века до нашей эры, которые стали расползаться по миру очень быстро. В 6 веке нашей эры, в течение династии Танг, китайцы снова отличаются изобретательностью и придумывают бумажные деньги. То есть, по грубым подсчетам, людям потребовалось ни много ни мало 2400 лет, чтобы перейти от ракушек к более привычным нам бумажкам. Это, к слову, о том, что не все, что нам кажется очевидным сейчас, было очевидно ранее. Да и потом. Переход состоялся не по всему миру, ведь вы помните, что на некоторых африканских территориях ракушки были вполне себе обычным средством платежа какие-то 200 лет назад. И, например, как докладывает немецкий исследователь Генрих Барт, экономика в этом примере мало чем отличалась от привычной нам. Также был король, также собирал налоги с населения, с каждого мужа по 1000 ракушек в год, еще был своеобразный налог на роскошь, то есть за каждое стадо быков докинька еще 1000, а за раба еще 2000, конечно же, ракушек, что приносило королю до 30 миллионов ракушек в год. Утверждал ли он бюджет с расходами на образование и медицину, не уточняется. Но и Россия на самом деле не была прорывной с точки зрения финансовой эволюции. Первые бумажные деньги на Руси появились лишь при Екатерине II в 1769 году. Были выпущены ассигнации номиналом от 25 до 100 рублей. И вот сейчас я хочу, чтобы вы задумались об одной из интереснейших мыслей, которую мы выпускаем из-под своего носа каждый день. Бумажные деньги, которыми мы рассчитываемся уже несколько сотен лет. Мы уже забыли, почему они называются банкнотами. Из названия следует, что деньги как-то относятся к банку. Но здесь суть в том, что банкнота с английского переводится банковская запись. Еще раз акцентирую внимание. Банковская запись. Банки изначально выполняли функцию исключительно хранителей денег. Вспоминаем, до бумажных денег у нас были металлические монеты, которые существовали 1200 лет, до первого появления бумажек у китайцев. То есть вынесли монеты в банк, потому что они тяжелые, неудобные, их много, и получали бумажку. На которой написано, что владелец этой бумажки имеет в загашке, то есть в банке, сотню монет. Получается, что банкноты и были в определенный момент истории средством безналичного платежа, если мы принимаем, что наличкой считались исключительно монеты. А затем произошла вообще удивительная штука. Записи о деньгах стали настоящими деньгами. И это тоже стартовало с Китая. В конце династии Танк торговцы не хотели таскать с собой тонны медяных монет. Поэтому они сначала клали медики в хранилище, а в обмен получали чек, который мог быть, так сказать, обналичен у ровных хлопцев на районе. Это, конечно, еще не банки, но семя заложено. Идея была быстро подхвачена правительством Китая, и впредь они предлагали вложиться в экономику страны. Но с некоторыми оговорками – вложения доступны только металлическими монетами. А в обмен инвесторы получали записку о компенсации казначейства. Да, отдали монеты, получили записку. И после этого вы удивляетесь, что на финансовых рынках торгуются ценные бумаги и стоят уйму денег? Да мы сами проворачивали идею замены привычных денег на запись о деньгах. Не забудьте эту мысль, она нам еще понадобится. Когда человеку начали надоедать банкноты, ведь эти записки все еще можно потрогать, человек начал думать о том, как бы расплачиваться за товары, не имея денег, но при том, чтобы все были довольны. На свет появилась отличная история, которая, скорее всего, приукрашена банковскими прыщелыгами, но эта красоту ей не убавляет. Мы подошли к 1949 году. Некий предприниматель Фрэнк Макнамара обедал с клиентами в ресторане. И тут наш герой осознал, что оставил бумажник в другом костюме. Фрэнк был ужасно смущен произошедшим недоразумением. Сейчас-то это было бы неудобно, но в прошлом веке так подавно. Сами понимаете, нравы. В итоге он был вынужден позвонить жене, чтобы она оплатила счет. И после этого, вот сейчас самый сок. Фрэнк решил, что никто не должен попадать в такие засады в будущем. Поэтому он со своими партнерами вовлекает в кредитную схему 27 ресторанов. Идея такова, что Макнамара и Ко обязуются платить счета всех клиентов в ресторане, кто владеет их картой Дайнерс Клаб, или клуба обедающих. Долг взыскивать с клиентов будет клуб самостоятельно. Несмотря на это, рестораны не хоть и на это шли, ведь по условиям они отдавали Макнамару 7% от стоимости счета. Это комиссия за риск клуба, ведь всякое бывает. Держатель карты может и не вернуть долг клубу. Ну и в довесок, держатели карт платили ежегодную плату за обслуживание в размере 5 долларов. Через год, в 1950 году, Макнамара вернулся в тот самый ресторан и расплатился своей картонной карточкой. В истории эту торжественную церемонию окрестили первым ужином. А к концу того же года Дайнерс Клаб насчитывал 20 тысяч клиентов, а годом далее 42 тысячи. Именно это событие положило начало тем пластиковым карточкам, к которым мы так привыкли. То есть всего 70 лет назад случился революционный прорыв в мире финансов. Хотя для современных миллениалов, или тем более поколения Z, современные технологии не более чем очевидность. Я думаю, что не стоит говорить, что идея Макнамара развивалась нереально быстрыми темпами и через 10 лет, в 1960-м, насчитывалось уже 1 миллион 300 тысяч владельцев карт. А через год была выпущена первая пластиковая карточка. То есть всего лишь 60 лет назад. Затем люди думали, как увеличить плотность данных. Штрих-коды и перфорация не устраивали, и в районе 70-х появилась магнитная полоса. Дальше системы защиты только усиливались. В 1974-м электронный чип. Через три года добавили микропроцессор. Безусловно, все это приводило к усилению защиты. Но в то же время был намечен тренд сбора данных о пользователях. Оплачивая карты, мы оставляем следы своей жизни, буквально отчитываемся о каждой минуте времени и копейке денег. Такой же жесткий сбор данных проходит и в интернете. Открывая браузер, нас видно лучше, чем лабораторную крысу в аквариуме. И даже популярный тор-браузер не является панацеей. Ведь помимо IP-адреса, пользователи могут идентифицировать по цифровому отпечатку, в который входят шрифты, установленные плагины и даже аудиокарта. Для возвращения своих законных прав подходит LinkedIn-сфера. Этот браузер позволяет создавать отдельные личности на разных вкладках. Подразумевается выбор соединений от HTTP до SOX и TOR с туннелями. Задать можно все важные параметры, в том числе разрешение экрана и геопозицию. Между вкладками легко переключаться, а ставится браузер на Windows, Mac и Linux. Скачать по ссылке с промокодом и 5% скидкой можно в описании. Там же ссылка на бесплатную версию. Продолжим про развитие нашей технологии финансов, интернетов и цифровой экономики. Ведь мы сейчас наблюдаем... Нет. Мы находимся в очень интересной ситуации. Я бы не сказал, что она новая. Вот смотрите. Мы не хотим таскать с собой кучи бумажных денег, поэтому мы кладем их в банк. А в обмен получаем электронную запись, которая может быть обналичена в банкоматах на районе. Государство предлагает вложиться в экономику своими кровными электронными записями. А в ответ мы получим какую-нибудь облигацию федерального займа. Все это, конечно, в электронном виде. Никто красивую бумажную ассигнацию, к сожалению, не даст. Но не напоминает ли это переход от металлических к бумажным деньгам в Китае в династии Танк? Мы просто запустили следующий этап трансформации денег. Когда-то, в древности, мы начали переход от бартера к металлическим монетам в районе 6 века до нашей эры. Через 1200 лет был запущен процесс перехода по замене монет на бумажные деньги. Банкноты, которые изначально были записками о количестве денег, но не деньгами. Затем, через 800 лет, мы придумали новый формат записи, электронный. Это, по идее, только запись о имеющихся средствах, но не сами банкноты. Знакомая схема, не правда ли? По идее, мы переводим друг к другу электронную запись о записи когда-то существовавших монет. И то, что происходит сейчас, то, что называют безналичное общество, по сути, тот же самый переход от монет к бумажкам 1400 лет назад. Просто под наличностью мы понимаем нечто иное. В итоге мы пришли к тому, что из 90 триллионов долларов, имеющихся денег на земле, учитывая монеты, банкноты, расчетные, сберегательные счета и срочные вклады, то только 8%. Лишь жалкие 8% это физические деньги, а все остальное это электронные записи о количестве денег. И вот у меня всегда был вопрос, что произойдет, если владельцы этих счетов и вкладов одновременно разбегутся своим банком и потребуют свои средства обратно? Что произойдет, когда каждый найдет по банкомату за углом и попробует снять деньги со своей карточки? Напишите об этом в комментариях. Вероятно, произойдет кризис невиданной силы в глобальном масштабе, когда глобальный долг резко скакнет и по-хорошему нужно будет объявлять банкротом целую планету и перезапускать экономику заново. Тряхнет всех, конечно, мало не покажется. Как в этом случае предотвратить подобный коллапс, когда электронных записей о деньгах в 10 раз больше самих денег. Но, опять же, ничего нового. Люди уже это проворачивали, убирали из обращения копейки малого номинала. Так почему бы просто не убрать физические деньги? Скажем, что это рудимент от прошлого, а в тренде электронные платежи. Кажется сумасшествием? Да на самом деле мы к этому и идем. Вот вам немного статистики. По данным международной консалтинговой компании, миллениалов, кто не в курсе, миллениалы – это слишком прогрессивные засранцы, родившиеся с 81-го по 97-е годы. Не любят заводы и ипотеки, а любят фрилансы и кэшбэки. Так вот, таких мобильных ребят на Земле уже 27%, то есть целых 2 миллиарда человек. Именно их проще всего вовлечь в идею безналичного общества. Хорошо звучит и на английском. Cashless Society. Но что на мир? У России, как говорят по телевизору, есть свой уникальный путь. Поэтому давайте посмотрим, что было у нас в 2008 году. Было совершено 486 миллионов транзакций по покупкам товаров и услуг. Все эти транзакции стоили 650 миллиардов рублей. Через 7 лет, в 2015-м, количество транзакций, вы только задумайтесь, увеличилось в 18 раз. Восемнадцать! Люди стали покупать карты 18 раз чаще, всего за 7 лет. И стали проводить по картам в 12,5 раз больше денег. То есть 8 триллионов рублей мы пропускали по картам. А это, на минуточку, половина бюджета Российской Федерации текущего года. В 2017-м у нас удваивается количество покупок. И практически удваивается количество денег по картам. То есть с 2008-го по 2017-й, за какие-то жалкие 9 лет, количество покупок по картам увеличилось в 35 раз. С 486 миллионов до 17 миллиардов транзакций. А объем денег в этих транзакциях поднялся в 22,5 раза. О чем это говорит? О том, что карта все прочнее входит в жизнь людей, вытесняя бумажные деньги. А картам мы доверяем все больше и больше. Притом, смотрите еще какой интересный момент. В 2008-м году средний размер одной транзакции составлял 1336 рублей. А в 2017-м всего 855. То есть карты все чаще и чаще используются для оплаты маленьких покупок. Например, не в торговых центрах, а даже на рынках у дома. Притом, прошу заметить, что рубль в 2008-м стоил в 2, а то и больше раз дороже. Так что 1336 рублей 2008-го года и 855 рублей 2017-го отличаются не в полтора раза, а как минимум в 3. Что еще может говорить о невероятно быстром росте веры в электронные записи денег? Вот смотрите. В 2008-м мы подходили к банкомату и обналичивали деньги, но примерно полтора миллиарда раз. А в 2015-м это количество увеличилось всего в 2 раза. То есть не в 18, как количество покупок за тот же период, а всего лишь в 2 раза. А объем обналов поднялся не в 12,5 раз, а всего лишь в 3. С 8 триллионов до 25. Если смотреть с 2008 по 2017, то увеличение количества обналов всего в 2 раза, а сумма обналов 3 с небольшим. А теперь сравните это с ростом электронных платежей. В скором времени рост суммы и количество обналов остановится и пойдет на убыль. А вот электронные фантики возьмут свое. Кстати, уже в 2017-м количество обналов меньше, чем в 2015-м. Ненамного. Но, возможно, увидим разворотный тренд снижения количества обналов, а следом и его объем. И, как вы понимаете, если подобная штука происходит в России, то в мире, вероятно, есть куда более безналичные страны. Например, в Китае. Это, конечно, следующий уровень. Мобильные платежи. Если в 2016-м году объем мобильных платежей составлял 5,5 триллионов, то в 2017-м уже 12,8 триллионов. Нет-нет, это не меньше, чем у нас. Это же все в долларах. Другая, одна из безналичнейших стран мира, это Швеция. Без лишних вступлений, там в электронном виде проводятся церковные сборы. Надо ли говорить, что объем всех платежей в наличности только 2%? Просто 2%? Это 2% дерь... Ээээ, что-то на птичьей переклинило. В Великобритании налом оплачивается только 42% платежей. Не так, как в Швеции, конечно, но у всех стран по-разному. Вы же помните в Африке области, где ракушками расплачивались всего 200 лет назад? И самое интересное, что уже возникают островки, где тупо отказываются в приеме наличности. Например, американская сеть питания Дос Торос просто решила не принимать наличку. Старбакс в Сиэтле запустил такой же эксперимент, открыв точку продаж без возможности принятия наличности. И, конечно, такой тренд подхватывают платежные системы типа Виза, которая объявила награду в 10 тысяч долларов точкам питания, которые будут принимать только безналичные платежи. Это неплохой подгон, а новая культура безналичных платежей возникнет легко и непринужденно в формате игры. А как думаете, кто от этого всего только выиграет? Как раз эти Визы, Мастеркарды и Юнион Пэй. Ведь представьте, что все деньги мира по сути будут их. Это без преувеличения. Ведь именно с их позволения мы можем отправлять деньги со своего счета на счет друга. Именно с их позволения мы можем обналичивать деньги в любом банкомате. Но что если? В какой-то момент, когда не будет смысла приличать нас кэшбэками, скоростью отправки и удобностью платежей, что если в какой-то момент они решат сделать комиссию за обнал? Ну, чтобы мы не захотели вернуть свои права на заработанные ресурсы. Поймите меня правильно, я сейчас не про теорию заговоров. Я сам фанат всяких кэшбэков и процентов на остаток. Но что банкам и платежным системам помешает диктовать свои правила, когда переход в электронные деньги, которые находятся только у них на серверах, закончится? Например, ограничить размер обнала с целью предотвращения кризиса. Или просто поднять платы за обслуживание, аргументируя повышенной нагрузкой на сервера. Я думаю, не надо вспоминать, как в Сбербанке не выдали 56 миллионов наличными Сергею Буднику из-за подозрительной активности. И причем Верховный суд эту идею поддержал. Может быть, деньги и правда добыты нечестным путем, но куда вы смотрели, когда деньги поступали на счет? Почему бы просто не отказать в обслуживании? И где гарантии, что этот прецедент не будет использован с целью отъема средств у честных ребят, которые просто не собирали чеки? Есть и другая версия. Сам по себе бизнес на транзакциях со временем потеряет свою доходность и смысл. Комиссии за межбанковские транзакции неумолимо снижаются, а то и отменяются вовсе. Бизнес платежных систем будет строиться прежде всего на данных, которые крутятся вокруг платежей, проблемах и потребностях потребителей, их поведении, которые позволят создавать новые продукты. Но тут мы приходим к другой теме. Что каждая наша покупка, каждый шаг нашей жизни известен организациям. А данные эти сливаются и продаются на черных рынках. Да и в целом я не хотел бы, чтобы за пару кликов было видно мое грязное белье. Мы ведь этим шагом как раз подходим к системе социального рейтинга, как в Китае. Где все зависит от добропорядочности и честности властей. В противном случае имеющаяся диктатура только усилится, мешая нормальному рыночному развитию. Мы постоянно боремся за права человека на анонимность. Но парадокс в том, что чем продвинутее технологии, тем анонимности меньше. А наличные деньги это пока единственное, что обеспечивает хоть какую-то анонимность пользователя. Любой онлайн платеж можно вычислить и узнать конечного пользователя. И сохранение приватности это серьезная функция наличных денег, которая мешает уйти в безналичность всем платежам. Да, пока мешает, но не думаю, что надолго. С другой стороны, я рад, что нашелся и технологический ответ в виде криптовалюты. И если нормально ее использовать, то средства действительно принадлежат только пользователю. И только он решает, какой и когда кошелек засветить. И никакие блокировки и ограничения банков ему не страшны. Так что, дорогой зритель, на кэшбэке надейся, но и про нал не забывай. Напиши в комментариях, как ты относишься к безналичному обществу. И если ты не смотрел видео про социальный рейтинг в Китае, то он будет справа, на кирпичной стене. Рассказывай друзьям, подписывайся на канал, чтобы заряжаться бодипозитивом. Ссылки на материалы я оставлю в описании. И скажи мне, что обсудим на следующей встрече. Субтитры сделал DimaTorzok